Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и о том, как эти события влияют на динамику финансовых инструментов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, составлять вопросы, если такие имеются в секции с комментариями, и не забывайте ставить лайки, за которые всем вам огромное спасибо. Ну что ж, текущая неделя и первый день этой пятидневки. Мы в ожидании решения саммита Европейского Союза по фонду восстановления. Это, пожалуй, тот фундамент, который задаст тон трейдингу на ближайшие дни. Саммит Европейского Союза стартовал еще в пятницу и в субботу должен был быть завершен. Но, как и всегда, переговоры затянулись, и в данном случае уже понедельник, и последнее, то, что я видел в процессе подготовки, это о перерыве, который был в очередной раз назначен, и переговоры прям вот-вот должны возобновиться. Я думаю, друзья, то, что в первые половины дня все-таки страны Европейского Союза дадут решение относительно того, будет ли фонд восстановления окончательно согласован на сумму в 750 миллиардов евро, либо нет. Мы готовимся к этому решению, безусловно, настраиваемся на повышенную волатильность, как уже было отмечено ранее, и ждем все-таки развязки по дальнейшей динамике европейской валюты. Ну, давайте по порядку. Не забывайте, что сегодня в 17.00 по московскому времени пройдет еще вебинар «Правильный понедельник», где мы разберем крупными мазками основные фундаментальные события последней недели и попробуем определиться с среднесрочными ориентирами по ключевым валютным парам. Что касается рынка нефти, 42.81 идет небольшая коррекция, но мы уже много раз видели такой небольшой откат от локальных максимумов. Главное, смогут ли продавцы удержать инициативу и затащить котировки Brent и WTI еще ниже. В плане фундамента и событий. Конечно же, трейдеры продолжают анализировать последнее решение стран ОПЕК-плюса по формату сделки, аналитического пакта, который будет действовать с 1 августа. Было принято решение повысить уровень добычи на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, мы теперь, точнее 1,7, говорим о соглашении общего формата и о совокупном снижении добычи странами ОПЕК не на уровне 9,7 миллиона, а 7,7 миллиона. И я, друзья, вот забегая вперед, готовя вас к августа, абсолютно уверен, что реальный показатель добычи будет гораздо выше. Поэтому сейчас самое время задастся вопросом, сможет ли мировая экономика в ближайшее время обеспечить такой показатель аппетита на нефть, чтобы перекрыть рост предложений, который мы ожидаем. Я думаю, что если бы у нас не стоял так острый сейчас вопрос с последствиями пандемии и факты того, что она во-прежнему распространяется, мы бы смогли ответить на этот вопрос положительно, что спрос будет, скорее всего, опережать рост предложений. Но поскольку мы говорим о COVID-19 в том формате, в котором сейчас говорим, в Штатах, кстати, очередные рекорды по количеству заболевших, я думаю, что спрос все-таки будет не дотягивать до предложений. Поэтому в августе вполне возможно, что мы столкнемся с тем самым долгожданным, мощным катализатором для рынка нефти, который сможет изменить текущие тенденции. Я вне рынка, друзья, позиционно, по фундаменту склоняюсь в пользу того, чтобы нефть снижалась. Причин для этого много. И надеюсь, те из вас, кто держит короткие позиции, в принципе, и без моих комментариев знают то, что рынок нефти очень сильно перегрет. Что касается российской валюты, пару слов. Буквально, как и обещал на нашем канале о маркетинге на YouTube, уже доступен ролик к просмотру о деноминации. Если эта тема вам интересна, найдите буквально несколько минут, посмотрите. И также я буду благодарен фидбэку обратной связи с вашей стороны касательно того, что лично вы думаете об этом грядущем потенциальном, маловероятном событии, но все-таки настолько интересном, что на протяжении всей прошлой недели только, в принципе, о ней потенциальной и говорили. Индекс американской валюты 96,05. Мы держимся выше 95,70, поэтому сохраняем длинные позиции. В ближайшие дни новостного фона интересного для доллара не будет, поэтому давайте работать с тем, что у нас идет и тянется с прошлой недели. Это хорошие отчеты по роничным продажам, по промышленному производству. Это ситуация вокруг коронавируса и факт ухудшения отношений между США и Китаем после того, как США ввели запрет визовое ограничение на поездки в США членам коммунистической партии Китая. Китай, в принципе, на аналогичные меры ответные пошел, ограничил въезд в страну рядом американских чиновников. Я думаю, что все это впоследствии будет раскручиваться как маховика, приведет к еще большему росту напряженности между странами. По золоту, друзья, 1807. Будем искать хорошие точки входа поближе к уровню 1800, пока вне рынка. Доллар канадец 1.3587. Локальный максимум сегодняшнего дня был на уровне 1.3598. И пара в целом сохраняет потенциал для дальнейшего роста. Мы очень хорошо отбились от поддержки 1.35. Я думаю, что увидим значение поближе к уровню 1.37, тем более, что эта неделя будет крайне насыщена на события для канадцев. Уже завтра нас ждут тройничные продажи в среду, данные по индексу потребительских цен. В обоих случаях ожидания, друзья, слабые. Это то, что может снова обратить наше внимание на мягкую риторику канадского регулятора недельной давности и позволить поспекулировать, либо начать спекулировать на идее того, будет ли целесообразным еще один шаг по доп. стимулированию со стороны канадского регулятора. Я думаю, что будет. И не забывайте, мы ждем все-таки развития коррекционной динамики рынка нефти. Вот, пожалуйста, конец прошлой недели небольшая коррекция по нефтянке, и канадец тут же оказался под давлением. Я думаю, что если бренд все-таки просядет больше, чем на 5%, это тут же забросит пару доллар-канадец к нашим целям в районе отметки 1.37, где будем уже оцепляться за уровни повыше. Евро против доллара 1.14.24. Все решится по факту того, о чем договорятся, точнее по фонду восстановления. Друзья, это основной катализатор для европейской валюты. Напоминаю, что сам факт затянувшихся переговоров явно указывает на наличие очень больших разногласий между странами с жесткой бюджетной дисциплиной и менее жесткой бюджетной дисциплиной. И я считаю, по крайней мере, останусь в лагере тех трейдеров, которые полагают, что сейчас какого-то прорыва в этом фонде не будет. Скорее всего, если и согласуют, то фонд меньшего объема, либо будет баланс по грантам и кредитам в сторону позиции и того сценария, который именно озвучился как потенциальный странами с жесткой бюджетной дисциплиной. В общем, это может привести к локальной слабости европейской валюты, что мы будем стараться использовать для того, чтобы конвертнуть это в развитие нисходящей динамики по евро-доллару. Тем более, что евро-доллар в нашем портфеле как сделка с позицией сел. Фунт против доллара снижаемся 1.25. 25 сейчас котировки, в пятницу выйдут роничные продажи. Активность в производственном секторе и сфере услуг тоже ожидания, друзья, слабые. Уверен, почти не сомневаюсь, что эту неделю мы завершим поближе к уровню 1.24, либо даже еще ниже. Тем более, что Эндрю Бейли, глава Банка Англии на прошлой неделе, ясно нам дал понять, что также видит массу неопределенности сейчас из-за последствий пандемии, и поэтому допускает, что Банк Англии еще не совсем закончил с мерами монетарного стимулирования. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всем пока!